Музыка Эта культура ворвалась в Россию в начале 2000-х, а ее приверженцев принято называть трейсерами или атлетами. Паркур, спорт, философия или опасное увлечение? Разобраться в этих вопросах мы попросили ульяновских пионеров этого весьма загадочного явления. Паркур, само движение началось с французского военного времена Первой мировой войны. Он придумал натуральный метод тренировок, так называемый, который подразумевал под собой бег, прыжки, лазание, то есть без дополнительного снаряжения. Дальше это начало развиваться, и уже более распространенное имя, как Дэвид Бэн, его называют родоначальником, но он лишь адаптировал под современность. Под городское, там, инфраструктуру, вот, усложнились элементы. Первой организацией в России, в Москве появилась организация под названием, точнее, ну, как это, команда, The Tracers. Вот, и они как раз стали такими родоначальниками паркура в России. Вот. Они ездили во Францию, знакомились с Вэлем, они получали от него опыт и его переносили в Россию уже. В Ульяновск это пришло с тем временем, когда начали популярны быть видео на ютубе. Начали друг друга отсылать, смотрели, как круто, и все в таком духе. Это спортом называть нельзя, исходя из терминологии слова «спорт», потому что спорт подразумевает соревновательную часть. В паркуре этого нет. То есть ребята, которые действительно занимаются паркуром, они приходят в паркур, потому что, во-первых, это им интересно. То есть возрастное ограничение, даже не ограничение, а градация тех, кто приходит в паркур, это начиная от 13 до 16 лет. Паркур сложнее спорта в том, что никто не заставляет. Ты сам должен прийти и сам себя заставить. Ну, можно сказать, что я пенсионер в Ульяновске, потому что я уже почти 12 лет этим занимаюсь. Я застал еще, я не застал первую команду, которая у Ульяновски появилась. Она называлась, кому интересно, «Симтрейсерс». Они, естественно, распались. Потом появилась официальная организация Ульяновской федерации паркур. Вот с этого момента я и начал заниматься. Федерация тоже распалась, потому что они ставили перед собой коммерческие цели, а паркур не подразумевает коммерческую жилку. Максим, вот реально я в своем детстве помню, что просто все мальчишки поголовно были, я не знаю, наверное, это был какой-то любительский паркур. Они прыгали, особенно в физкультуре мы там выходили, они там не учителя слушали, да, а где-то там лазили. У нас были такие железные приспособления. Мне кажется ли тебе, что паркур – это отголосок прошлого? По крайней мере, возможно, в Ульяновске. Нет. В прошлом, вот я расскажу просто на своем, я не знаю, как в других городах было, но в Ульяновске это было так, приходили люди, ну, собиралось большое количество, и они просто смотрели, как кто-то делает один. Вот вся тренировка в этом заключалась. Сейчас же это, вот по крайней мере у нас, это более систематизировано, то есть мы приходим в зал, мы стараемся, чтобы каждый, кто приходит в зал, хотя бы базу, то есть базовые элементы, хорошо знал. Знал, как притемляться, знал, как прыгать, знал, как элементы исполнять. Вот, знал, как страховать друга, если что вдруг случится. Вот, умел разминаться правильно. То есть у нас более систематизировано. Так же и на улице, то есть должны все знать базу. Есть базовый элемент – это баланс, манки, конг и окурсик. Валран, ну, то есть где-то по стене, котлит, уже дальше идут тик-танки всякие. Вот это вот, это, я, может, не все назвал, но это в основном база. Основная цель, ну, я понимаю, да, в спорте. Ты там стремишься, идешь, медали, слава, я не знаю, олимпийский олимп. Здесь ты что, ты просто сам себе что-то доказываешь? Да, здесь идет, ты ставишь перед собой цель и сам ее преодолеваешь. Вот на личном опыте был сложный элемент. То есть мне приходилось, прям вот стоишь, мы же все знаем, да, что адреналин – это гормон страха. Это ничего хорошего в этом нет. Вот, но адреналин прет, ты ведь мокрый, но ты должен сделать, потому что ты сам себя потом уважать не будешь из-за этого. То есть ты прыгаешь, и наступает эйфория. Расскажи, пожалуйста, о разновидностях паркура. То есть как-то подразделяется вообще он, я не знаю, паркур только в зале? В теории, в терминологии он разделяется, конечно. Есть, как это в сообществе, у паркура тоже ведь есть сообщество, вот. У нас тоже есть свои внутренние такие термины, которыми мы оперируем, которые понимают друг друга. И которые понимают, вот. Есть true паркур, есть акробаты. Много видео в интернете, они вот как раз тем и привлекают молодежь, тем, что там очень много акробатических элементов. Они просто эффектно смотрятся. Фриран для того и развился очень хорошо, чтобы делать эффектно. Вот. Но не функционально. Расскажи о своей группе. Все-таки сколько вас сейчас, ребят? Вообще вы как? Клуб, организация? То есть как вы себя сами позиционируете? Интересный вопрос, конечно, как мы себя позиционируем. Ну, возможно, да, у нас есть группа ВКонтакте. Она нужна для того, чтобы аккумулировать людей, которым это интересно. И тех, кто уже занимался и хочет вернуться обратно. Вот. Сколько у вас сейчас? Ну, таких вот я... Постоянно. Да, постоянно. Человек 10 точно наберется. Мы вот уже 5 лет занимаемся, вот именно, я бы не назвал это тренировкой, все-таки инструктаж. Вот. Мы инструктируем ребят, и с каждым годом ребят становится все больше. Соответственно, мы... Нам придает силу это. А сколько в жизни настоящего паркурщика должна занимать тренировка? То есть вы только в зале тренируетесь или, естественно, на улице? Зал – это подготовительная часть. То есть мы в зале отрабатываем то, что сделать страшно на улице. То есть даже тот же дабл кон, например. Баланс на высоком, на дальней дистанции. Это сложно сделать на улице, потому что не страх расстояния, а страх того, что небезопасно. Вот. В зале это можно реализовать. У нас есть колесо, там бревно, там обшито. И это можно к этому подготовить психологически. Большую часть времени атлет уделяет именно борьбе с вот этими первобытными страхами. Страх упасть. А на улицах, где вы в основном занимаетесь? То есть везде, где есть возможность потренироваться, не занимаясь вандализмом, то есть не ломая перила, не крушая стены, не порча имущество чужое. Везде мы можно заниматься. Мы не вандалы, мы ничего не крушим, мы не пьем там на лавках. Ну вы за зож, короче, топите по-любому. Ну, можно и так сказать, да. У нас ребята, они никто не пьет, не употребляют алкоголь, не курят. Вот. Ну, не из-за того, что у нас такая секта, вот, а по каким-то своим внутренним убеждениям, потому что им это будет мешать. То есть они начинают курить, у них выносливость снижается. Они начинают пить, им тяжело что-то делать. Соответственно, они перед собой такие сами цели ставят. Слушай, ну расскажи о женском паркуре. Ты сказал, что девушкам заниматься легче. Почему? Гибкость? Да. У девушек, у них, у них больше страха. Но в то же время у них болевой порог, блин, как? Ниже. Да, точно. У них болевой порог ниже. И страха у них, получается, чуть меньше. Вот. Но они боли гибче. То есть, например, была практика такая, что показываешь какой-то, ну, элемент с вращением. Вот. На снаряде. И девушка его повторяет, но она делает это по-своему. У нее, получается, я бы не сказал, что... Да. У нее как-то плавнее это выходит. Потому что, ну, возможно, физиология. Но они не делают очень сложных элементов. Какие основные проблемы ульяновского паркура и какой-нибудь ты хотел его видеть, может быть, в перспективе на 5 лет? Вот ты такой, да, вот это вот идеально было бы. Ну, меня нет. Я уж не такой, этот, известный в ульяновске, чтобы... Но все равно ты же этим увлечен. Ну, то есть, ну, вот на твой взгляд, свое чисто субъективное мнение, почему нет? У меня сейчас возможность сказать, чего не хватает ульяновскому паркуру. Что бы ты хотел? Возможно, признание. Ну, в том плане, что... Ну, не говорили, что... Ну, там вот ребята какой-то днем занимаются, занялись бы делом. А спрашиваешь, каким делом? Ну, я не знаю сам, твои дела. Так а каким делом заняться? Непонятно. Ну, признание. У нас площадок нету. Те площадки, которые были, то есть, в парке Матросова выделяли деньги, там была площадка, ну, конструкция небольшая. Вот. Ее распилили и на металлолом сдали. Мы выкладываемся по полной. Мы хотим, чтобы у нас сообщества в Ульяновске, по крайней мере, было больше. А нас знали. Есть выражение, как раз такое, из методики тренировки натурального метода, быть сильным, чтобы быть полезным. То есть, ребята тренируются для того, чтобы этому пригодилось в дальнейшем. Кому-то помочь. Вот. Либо самостоятельно что-то предпринять. Три главных качества профессионального атлета. Да. Я вот на этот вопрос, кстати, не написал заметку, конечно. Все на этом вопросе как-то знают, что... Ну, прям вот три, я не знаю, сила. Секунду. Лех, три главных качества. Ну, подходи тогда ближе. Концентрация, неспешность в изучении и... Воля. Нет, нет, нет. Обдуманное отношение. С чего ты начинаешь обучать? С разминки, но это надо бегать по залу, разминать. Есть определенные разминочные упражнения. То есть, их большое количество, но из-за ограниченности времени в зале мы часть только используем, которые прям вот самые эффективные. Разминку мы пропустили и сразу приступили к изучению базовых элементов паркура. Первое упражнение – сейфти, что означает сохранение, мы отработали сначала на полу. Этот элемент не является самостоятельным. Он помогает человеку безопасно спуститься с препятствия и перейти на другое. Некая подушка безопасности, за работу которой при этом ты и отвечаешь. Самое сложное в разминке. Ты убираешь руки с пола и в прыжке это делаешь. А на руки упираться вообще? Да, конечно. Не, не, не. Сразу не то. Все не то. Смотри, делаем вправо. Ты ставишь левую ногу, а ты ставишь правую. И тянешь левую ногу вправо. Погоди, у меня вообще слева и право плохо. Погоди, сейчас медленнее. Два. Носочек тяни. Назад. И так же в прыжке. Блин, я опять эту ногу поставила, да? Стой, стой, стой. После того, как я перестала путать стороны, мы перешли на коня. Ставишь ногу и залезла. Вот залезла. Нога висит, правая. Мы ее проносим и вытягиваем. И на нее спускаемся. Рукой сзади себя страхуем. Убираю руку. Рукой сзади себя. Проноси ногу. Удар. И все бы ничего, но через препятствие нужно не перешагивать, а прыгать. А какая самая удобная одежда? Футболка, кроссовки, спортивные штаны? Да. Можно в шортах даже заниматься. Главное не в тапочках. И без сцепей на руках и на шее. Понятно. Давай слышали. Так, а погоди, вот здесь я запрыгиваю двумя ногами. Запрыгивай? Нет. Когда делаешь сейфти, ты запрыгиваешь, подгибая колени к груди. То есть давай попробуем сначала подводящий. Я даже не могу запрыгивать. Попрыгаем на месте. Ну, тебе джинсы мешают. Попрыгаем на месте, подгибая колени к груди. Приземляемся обратно. Встань в разножку. Вот. Смотри. Ты прыгаешь? О, отлично. А теперь попробуй делать то же самое, только задержаться наверху чуть-чуть, делая больше упора и поднимая пятую точку выше головы. Захлест не делай. Колени к груди. Выше колени. Вот, отлично. Ну все, распрыгалась. Погнали. Давай, Рената, не ударь в грязь женское лицо паркура. Сейчас. И налево. Ну, будем считать первый блин кома. Дальше мы приступили к обычному вращению туловища на 180 градусов на коне. Со слов Максима, это у девушек получается лучше всего. Смотри, садишься, колени подгибаешь. Смотри, сначала одна нога идет, потом вторая. Ага. Вот, отлично. С третьим элементом лейзи, где нужно махнуть ногой и прыгнуть через препятствие, любовь случилась сразу. Почему лейзи, типа ленивый? Да. Почему ленивый? А очень легко делать, потому что... Ну все. В паркуре ты новичок, если не освоишь все базовые элементы и не научишься правильно приземляться. Но главное перед этим хорошенько размяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!